Началось со встречи с сотрудниками студии. Первое, куда попали дети, в ньюс-рум, то есть комнату для журналистов. Школьники задали им свои каверзные вопросы и даже проверили мастеров пера на смекалку. Какое число самое последнее? Наверное, бесконечность. Нет самого большого числа, бесконечность. Скажи, пожалуйста, какой правильный ответ? Бесконечность. О, наша Ольга оказалась права! Журналисты и редакторы ответили на многие вопросы школьников и дали им ценные советы. Хотелось бы, конечно, пожелать, чтобы вы очень внимательно изучали свой язык, и русский, и бурятский, потому что для журналистов язык – это все. Главное для ведения, по крайней мере, это уверенность в себе, знание того, что ты делаешь, того, что ты говоришь. Ну и постоянно работать над собой. Дети побывали в новостейной студии, познакомились с работой ведущего информационной программы и даже примерили эту роль на себя. Здравствуйте, меня зовут Балигмада Шибалова. Это новости дня. Узнали гости и о работе режиссеров. Интересовало детей абсолютно все – от технических моментов до процесса монтажа. Школьники приоткрыли для себя завесу телевизионной магии. Завершение экскурсии – фото на память. Лицеисты ознакомились с работой нашего канала. Пора и к ним в гости наведаться. А вот и медиа-центр интерната. Именно здесь ребята учатся писать тексты, монтировать и в конечном итоге выпускать продукт в эфир и в печать. Осваивать профессию журналиста сюда приходят с пятого класса. Здесь есть свои звезды. Валерия Яндонова впервые в роли радиоведущей попробовала себя во всероссийском лагере. Я очень волновалась. Там нужно было рано вставать, раньше всех. Я даже не знаю, как я переборола. Просто взялась, собралась со всеми своими мыслями, настроилась, подготовилась и рассказала. Ребята плотно сотрудничают со студией школьного телевидения, а еще осваивают газетную журналистику. Направляют и обучают детей учителя. Они считают профессию журналиста не просто интересной, а в первую очередь полезной. Эта профессия на самом деле дает все универсальные учебные действия, потому что дети учатся писать статьи, анализировать, обобщать, собирать информацию. Научились также, работая совместно со Скул ТВ, научились делать монтаж, некоторые научились делать презентацию. Наши будущие коллеги поделились своими планами. В ближайшее время медиа-центр планирует запустить новый телевизионный продукт «Яралаш» на бурятском языке. Зоя Садиншиева, Булат Бадмаев, Новости дня.